В эфире информационная служба новостей Хабар 24 в студии Жанна Ситхан. Здравствуйте. К этому часу в стране зарегистрировано 759 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 55 человек. Одного из них выписали сегодня в Нур-Султане. От COVID-19 умерли семеро казахстанцев. В Казахстан вылетел борт с группой врачей из Китая. Специалисты в различных областях медицины, в том числе пульмонологии, реанимации инфекционных болезней будут консультировать казахстанских коллег. Вопросы касаются лечения и профилактики коронавируса и ведения тяжелобольных. По информации казахстанского Минздрава, эксперты из КНР имеют большой опыт борьбы с COVID-19. Делегация из 10 человек прибудет в столицу Казахстана на 15 дней. С собой они везут гуманитарную помощь от Китая, в том числе защитные костюмы, маски и медицинское оборудование. Все подробности мы расскажем в следующих выпусках новостей. Жамбылскую область закрыли на карантин. Режим начал действовать с полуночи по периметру и внутри региона установлено 27 блокпостов. На них несут службу сотрудники полиции, военнослужащие и медики. Разрешен въезд и выезд только автомобилем с продовольствием и лекарствами, а также транзитным водителем. Жителям можно выходить на улицу лишь в крайнем случае, к примеру, на работу, в магазин или аптеку. Рестораны и кафе перешли на доставку. До 6 часов в день сокращена работа общественного транспорта. Изменения также коснутся и службы такси. Выбирать работу два автопарка такси. Это автокризет и второе наше такси предприятие. Однозначно водители этих такси должны быть обеспечены ингенериторами защиты. Раз. Второе. При осуществлении перевозки не более двух человек. Два. Третье. Все меры безопасности они должны соблюдать. Три. Все другие лица, которые будут заниматься частным извозом, разумеется, будут наказываться. В Казларде законно торговал антисептиком. При обыске у него обнаружили 113 бутылок с дезинфицирующим раствором на сумму, превышающую 2 миллиона 700 тысяч тенге. Дефицитный сейчас товар местный житель реализовывал по 24 тысячи тенге. Как оказалось, в налоговой в качестве предпринимателя он не зарегистрирован и на данную продукцию лицензии не имел. Материалы по данным делам переданы в Департамент государственных доходов. Доводим до сведений граждан, что о случаях незаконной реализации медицинских масок и антисептических средств можно сообщить в областной департамент экономических расследований или же по телефону доверия 21-5209. Почти 5,5 миллионов литров дезраствора использовали в Алматы за время карантина. Все эти дни улицы города обрабатывались солдатами военного гарнизона. А дезинфекцию автобусных остановок, урм, скамеек и пешеходных зон проводили подрядные организации местного Акимата. С учетом поступающих жалоб на отсутствие и на некачественную заработку, нам была усилена обратная связь с населением. В каждом подъезде вывесены объявления. Мы в этих объявлениях указали номер. Поэтому номер по WhatsApp каждый житель может отправить нам видеоснимки, некачественные работы. Если на самом деле не обработано, мы его повторно обработаем. Работа находится на постоянном контроле. Дезинфекцию привлекли военнослужащих и в Павлодаре. За неделю две сотни солдат обработали почти 400 улиц. Парки, скверы, подъезды, игровые площадки. Спецраствор распыляют везде, где обычно много людей. К слову, несмотря на проводимые военными работы, горожан просят лишний раз не выходить из дома. Они обрабатывали, молодцы, во дворах обрабатывали все. Какая-то помощь нам, населению. Коронавирус не спрашивают же. Я считаю, что правильные меры приняты в связи с этим коронавирусом. Мы только против ничего не имеем. А вот нужная мера. Раз весь мир делает, то и мы должны это делать, придерживаться. А в столице продезинфицировали около полутора тысяч контейнерных площадок. С момента ЧП порядка 300 сотрудников коммунальных служб работают в усиленном двухсменном режиме. После вывоза мусора специалисты обрабатывают контейнеры и прилегающую территорию. На одну такую площадку уходит около 10 литров дезраствора. Специалисты рекомендуют столичным жителям складывать использованные маски в отдельные пакеты, герметично закрывать и выбрасывать. Есть некоторые жильцы, которые тоже дома сидят, жалуются, что вовремя мусор не вывозится. Необходимо здесь отметить, что если раньше мусор вывозится в 6 утра, в связи с усилением ЧП, работы начинаются на сегодняшний день с 8 часов утра и до конца вечера. Несмотря на режим ЧП, белый мусоровоз забирал все отсортированные отходы, оранжевый забирал остальные весь мусор, который не перерабатывается. К другим темам. Зима неожиданно вернулась в Шымкент. В разгар весны в городе выпал снег. А еще недавно столбик термометра поднимался до плюс 30. Уже расцвели фруктовые деревья. Потому такого неожиданного сюрприза от погоды многие не ожидали. Снег шел всю ночь, а утром поваленными оказались около сотни деревьев. По информации ДЧС, повреждены больше 30 легковых машин, оборваны линии электропередач. Пострадавших и погибших людей нет. Правда, 8 тысяч абонентов остались без света. Проводятся восстановительные работы. Сейчас первые полторы тысячи потребителей подключены к электроэнергии. На данный момент в Шымкенте солнечно. Жители постепенно возвращаются к привычному ритму жизни. В Алматы тоже выпал снег. Удивленные горожане с утра публикуют фотографии в социальных сетях, называя явление аномальным. Ведь все уже привыкли к теплой погоде. Похолодало в городе накануне вечером, а к полуночи пошел дождь, который сменил снегопад. В горных районах мегаполиса осадков уже выпало больше 4 сантиметров. Дороги там посыпали песком, чтобы не допустить подтоплений и гололеда. На улицы сегодня выйдут порядка 900 дорожных рабочих. В их арсенале около 400 единиц спецтехники. Между тем, сейчас в Алматы столбики термометров показывают 0 градусов. А уже завтра специалисты Казгидромета обещают потепление до плюс 8. И к другим темам. Сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация подтверждает, что проводимый Казахстаном курс на интеграцию и союзничество оказался единственно правильным. Об этом в своей статье пишет Ельбасы Нурсултан Азарбаев. Тем не менее, в мире назрел новый экономический кризис. Своё мнение по этому поводу готов высказать эксперт Института мировой экономики и политики Ерлан Мадеев. Он сейчас на прямой связи со студией по скайпу. Ерлан Харбиевич, здравствуйте. Пандемия показала сильные и слабые стороны многих государств, если говорить о нашей стране. Каким образом нужно переформатировать экономику, чтобы выйти из данной ситуации с минимальными потерями? Здравствуйте. Действительно, коронавирус поставил в очень трудное положение практически всей экономики мира. Мы видим, что ежедневно глобальные международные институты пересматривают свои прогнозы в пользу пессимистических. И в этой ситуации, безусловно, нам необходимо перестраивать наше экономическое развитие согласно новым требованиям и новым вызовам. В своей статье Ельбаса четко отметил текущие проблемы. Это то, что необходимо дать дополнительный стимул диверсификации экономики, развивать сельское хозяйство и так далее. И еще скажите, пожалуйста, также в своей статье первый президент Казахстана говорит о том, что нашей стране удалось неоднократно извлечь пользу из трудных времен. К развитию каких сфер поможет подтолкнуть пандемия? Безусловно, что к этому кризису мы подошли с определенным запасом стабильности. Создан национальный фонд, накопленный золотовалютные резервы в общей стоимости 90 миллиардов долларов. То есть обеспечена определенная подушка безопасности, которую необходимо, как отметил Ельбаса в своей статье, рационально использовать. Какие направления? В первую очередь, это, конечно же, обеспечение продовольственной безопасности. То, о чем сказал Ельбаса в своей статье. Это развитие сельского хозяйства, это развитие экономики простых вещей, то есть насыщение рынка теми продуктами первой необходимости. Ведь сегодня, по оценкам многих экспертов, растет новая волна протекционистских мер, все больше государств уходит в изоляцию, и все это негативно повлияет на глобальную торговлю. О чем и говорят оценки Всемирной торговой организации, которые только вчера выступили с прогнозом, что глобальная торговля просядет на 30% в 2020 году. И в этой ситуации, безусловно, необходимо, в первую очередь, обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, насыщение рынка всеми необходимыми товарами первой необходимости. И я думаю, что именно эти направления необходимо развивать и рационально и эффективно, и максимально эффективно использовать все накопленные финансовые ресурсы нашего государства. Спасибо вам за ответы. Напомню, Ерлан Мадиев был с нами на прямой связи. Продолжаем выпуск. Во всем мире число зараженных коронавирусом достигло почти полутора миллиона человек. Лидерами по числу инфицированных по-прежнему остаются США, Испания и Италия. Умерших больше 88 тысяч, только за последние сутки в Штатах скончались почти 2000 заразившихся коронавирусом. Этот показатель стал наивысшим с момента начала эпидемии в стране. Антирекорд также установили и в Великобритании. Постепенное снижение числа заболевших наблюдается в Китае, Южной Корее и Италии. Тем временем в США началось второе испытание экспериментальной вакцины против COVID-19. 40 волонтеров получат инъекцию препарата с фрагментами вирусного белка, которые помогают создать иммунитет. Таким образом, ученые хотят выяснить, появятся ли у испытуемых антитела к вирусу. К слову, по такому же принципу работает и вакцина против гриппа. В случае успеха планируется произвести миллион доз до конца текущего года. В США лекарства от коронавируса на людях проверяют не в первый раз. Месяц назад аналогичное исследование провела научная лаборатория в Сиэтле. Во Франции власть обязали горожан носить маски. В Париже директор одной из профессионально-технических школ решил предоставить свои швейные машины волонтерам, которые хотят помочь нуждающимся. Ранее мэрия французской столицы также пообещала изготовить и раздать парижанам 2 миллиона защитных масок многоразового использования. Всего во Франции больше 113 тысяч инфицированных коронавирусом, почти 11 тысяч человек погибли. Перу продлевает карантин еще на две недели. Строгие ограничения в стране будут действовать до 26 апреля. Напомню, в Перу на сегодня подтверждено свыше 4000 случаев заражения COVID-19. Жертвами заболевания стал 121 человек, продлевают карантин и в Аргентине. Об этом ранее сообщил президент страны Альберто Фернандес. Он также подчеркнул, что введение строгих ограничительных мер позволило значительно замедлить распространение вируса в стране. На сегодня в Аргентине больше 1700 инфицированных COVID-19, 65 человек умерли. Еврокомиссия рекомендует странам ЕС продлить запрет на въезд на территорию Евросоюза для третьих стран до 15 мая. Напомним, запретные меры были введены в середине марта сроком на 30 дней. Однако, как заявляют в ведомстве, для действенной борьбы с пандемией коронавируса одного месяца недостаточно. Призыв относится ко всем странам Шенгена, в том числе к Хорватии, Кипру, Румынии и Болгарии, а также к четырем так называемым ассоциированным государствам Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейном. Список включает всего 30 государств Европы. Меры не распространяются на медперсонал, дипломатов и граждан стран ЕС, которые возвращаются домой. Экономика Германии сократится на 4,2% в 2020 году, согласно прогнозам Центра макроэкономики и исследований. В период с января по март падение составило 1,9%. Экономики всего мира готовятся к серьезным последствиям из-за вспышки коронавируса. По данным, поступающим из Китая, где вирус был впервые обнаружен, видно, что спад произошел в первые два месяца этого года. Падение активности затронуло каждый сектор второй по величине экономики мира, поскольку эпидемия и драконовские меры дали беспрецедентный шок, который сейчас повторяется во всех странах. В самый разгар пандемии в США бывшие герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган переехали в Лос-Анджелес. Они покинули Канаду, в которой гораздо меньше зараженных COVID-19, чем в Соединенных Штатах, где уже около полумиллиона больных. Пара привлекла этим решением много внимания, и их переезд стал второй популярной темой в американской прессе после коронавируса. Напомню, Гарри и Меган официально сложили с себя полномочия членов королевской семьи 31 марта. Они объявили о создании благотворительной организации, которую назовут в честь сына Арчи. Сами американцы неоднозначно восприняли возвращение Мегана в США. Одни поддерживают их стремление быть финансово независимыми, другие резко осуждают за неуважение к королевским традициям. Возможно, они смогут работать в кино, коммерческих проектах, шоу, разных видах индустрии развлечений. Думаю, что они проживут и без королевского дворца. Но, если честно, я не понимаю, почему Меган захотела покинуть этот мир роскоши и лишиться статуса британской принцессы. Ведь многие девушки мечтали быть на ее месте. Но это ее решение. Лично я не приветствую возвращение Меган в Соединенные Штаты. Я считаю, что она должна была с почтением отнестись к уважаемой королевской семье, стране ее супруга. А раз иначе, надо было ехать в другое место, не в мою страну. Потому что мы приветствуем людей, которые уважают семейные традиции и культуру. И теперь, что она была... Волонтеры могут на этих автомобилях осуществлять доставку продуктов питания и средств индивидуальной защиты нуждающимся. Компания несет все расходы на содержание транспорта и водителей. Считаем, что в условиях чрезвычайной ситуации решение, которое приняла наша компания, окажет большую социальную поддержку и положительные результаты даст по борьбе с коронавирусом. Уральские студенты решили поддержать медиков и полицейских, работающих в период карантина. Волонтеры доставили им горячий обед, приготовленный в университетской столовой. В мероприятии приняли участие и наши корреспонденты. Роза Сатканова узнала условия работы сотрудников на передовой борьбы с вирусом. Первым объектом посещения студентов стала областная станция скорой помощи. В каждой смене работают 10 бригад неотложки. Врачи скорой не только оказывают экстренную медицинскую помощь, но и обслуживают жителей, находящихся на домашнем карантине. Если есть какие-то подозрения, если приехали за рубежа, то в таких случаях мы своих из 10 бригад организуем одну бригаду, одеваем. Согласно постановлению Министерства Республики Казахстан, в таком плане мы работу ведем. Например, за вчерашний день только 9 в зубах было. Контактные подозрения на что-то, которые находятся на домашнем карантине, они же тоже болеют. Горячим питанием обеспечили медицинский персонал, провизорных госпиталей, а также сотрудников, дежурищих на блокпостах. В Уральске их 9. Через блокпост номер 2 ежесуточно проезжает около 400 автомашин. Санитарные врачи проводят здесь термометрию и анкетирование водителей. Полицейские сопровождают транзитный автотранспорт, перетекающий границу области из других стран и регионов Казахстана. Вот в таких полевых условиях обедают сотрудники полиции и военнослужащие, которые работают на блокпостах в Западно-Казахстанской области. Ну что, ребята, вкусно? Конечно, все вкусно. Обед всегда строго по расписанию? Ну, определенного времени нет. Как с потока машин все зависит. Как время есть, то обедаем. Условия работы, круглосуточный режим, по 12 часов, две смены работаем. Очень много проходит транзитного автотранспорта, которые идут из других государств и из других городов. А также местные населения, которые живут в пригороде, едут на работу в город, ездят они в основном только по справкам с места работы. Обедом в этот день обеспечили 250 человек. Продукты были закуплены на собственные средства университета, а приготовлен обед в студенческой столовой. В акции были задействованы волонтеры из Центра студенческих инициатив. Это категория людей, которые находятся на самой передовой, которые самые первые принимают на себя этот удар. Эти люди постоянно на работе некогда, да, и мы хотим показать, что мы вместе с ними. Чтобы лидер спокойно покушали, передохнули, и они поняли, что они не одни. Также в рамках акции мы оказываем социальную помощь своим ветеранам университета. Это 75 человек. Это продукты первой необходимости. Безбрегемыз, мы вместе. Только сообща мы сможем выстоять в борьбе с вирусом, утверждают студенты. Роза Тканова, Руслан Газезов, Канат Махмудов, Хабар-24, Уральск. Семь лет назад наша страна потеряла выдающегося казахского композитора Ирки Галей Рахмадеева. Он стал олицетворением целой эпохи в музыкальном искусстве. Именно Рахмадеев открыл миру новые направления, симфонический кюй, а его оперы стали шедеврами мировой классики. Воспоминаниями о Мэтре поделились его родные, коллеги и ученики. В его доме всегда лилась музыка. Она выходила из его души, а позже становилась настоящим шедевром. Мэтр, гений, человек-легенда. Именно так называют в музыкальных кругах непревзойденного казахского композитора Ирки Галей Рахмадеева. Он создал больше 80 вокально-камерных произведений, 5 опер, хоровые поэмы. Именно благодаря Рахмадееву в музыке появилось новое направление – симфонический кюй. Это симбиоз традиционной домбровой пьесы европейского симфонического жанра. Так композитор подарил музыкальному миру свои шедевры – «Дайрабай» и «Кудаша-думан». Эти произведения виртуозно исполняли на самых больших концертных сценах мира. А самому Мэтру всегда аплодировали стоя. Такими аплодисментами Ирки Галей Рахмадеева встречали всегда и везде. Его любили и уважали не только за талант, но и за присущие ему качества. Он всегда оставался человеком благородным, честным и принципиальным, занимая даже самые высокие должности. Он был первым министром культуры независимого Казахстана, до 1991-го ректором Казахской государственной консерватории имени Хурмангаза, председателем Союза композиторов и всегда, при любых обстоятельствах, поддерживал молодых музыкантов. При его правлении Союзом композиторов не было ни одного композитора бездомного. Вот, например, построил дом для Союза композиторов, обычно 17% забирают строители. Он эти 17% не дал никому, ни одному строителю. И потом он добивался каких-то квадратных метров через Москву. Она больше всего знает о его заслугах. Вместе они прожили больше полувека. Клара Смогуловна всегда была рядом. Она была его главной музой. С особой теплотой в душе рассказывает о том, как они познакомились, поженились, о том, каким заботливым отцом и мужем был известный композитор Еркигали Рахмадиев. Умела бояться. Всем девчонкам понравилось. Все от него были без ума. Моя папа понравилась, мои джинги понравились. И все стали меня уговаривать. Любовь пришла уже, когда мы поженились. Анна Альбертна была такая в Москве. И вот когда спрашивает меня, Клара говорит, как вы там? Я говорю, Анна Альбертна, я такая счастливая, такая счастливая. Она говорила, ни в коем случае так не говори. Говори нормально, с глазами. Я действительно была очень счастлива с ним. Судьбоносной называет встречу с Еркигалей Рахмадиевым известная скрипачка Айман Мусахаджаева. Она знала его с 4 класса, когда училась в музыкальной школе имени Куляш Байсеитовой. Композитор сразу разглядел ее творческий потенциал и всегда помогал. Именно Рахмадиев однажды предложил ей выступить перед известным композитором Арамом Хачатуряном. И эта встреча тоже стала судьбоносной для будущей народной артистки Казахской ССР Айман Мусахаджаевой. Арам Ильич ставил свой балет «Спартак» в оперном театре. И когда он сказал ему, вы не хотите послушать наших талантов, молодых талантов, он говорит, конечно. И пришел в школу имени Куляш Байсеитова, и тогда я исполняла для него концерт Хачатуряна. И он тогда позвал меня и сказал, девочка, ты будешь очень талантливой скрипачкой, а у тебя есть ноты. Я говорю, есть, конечно. И он тогда взял ноты и написал, что Айман, желаю тебе успехов, ты будешь талантливой, выдающейся скрипачкой. Ярки Галер Ихмадив, вспоминая Тайман Мусахаджаева, всегда поддерживал начинающих музыкантов, создавал условия, помогал, всегда был рядом. Именно благодаря его поддержке в стране и выросла новая плеяда казахстанских музыкантов. Я всегда помню его доброе лицо с улыбкой. И вот в этом взрыве его музыки, особенно это что касается Дайрабая и Кудаша-Даман, просто там, когда уже звучит форта, и весь оркестр играет на форте, это такая эйфория, такой, как говорится, фейерверк музыки. И это все проявляется в его характере, в его душе. Азамат Желтеркозов исполняет один из любимых романцев творения Ярки Галер Ихмадива. К его творчеству, собственно, как и к самому Метро, у него особое отношение. Его первая партия была из оперы Рахмадива «Камар Сулу». Сразу после выступления он получил первую высокую оценку автора оперы. Последняя наша встреча с ним была у него на берегу Балхаша. В 2012 году, у него 1 августа день рождения, я помню, он вытащил свой рояль домашний на веранду на улице. И мы вечерами каждый день музыцировали. И я помню, Жупар Габдулина то ли 16, то ли 17 раз за вечер спела «Танк Самала». Это вот его один из таких ярких, выдающихся романцев. И я один раз спел «Балхашек». Ярки Галер Ихмадив любил жить с присущим только ему чувством вдохновения, чувством особого трепетного отношения к людям и искусству. Композитора не стало 9 апреля, 7 лет назад. Но его музыка продолжает жить в сердцах миллионов его поклонников. Лаура Байбаченова, Дориан Журхабаев, Ерболдаеров, Хабар 24. Айман Мусахаджаева дала онлайн-концерт в прямом эфире. Первая скрипачка Казахстана выступила на одном из YouTube-каналов. Народная артистка исполнила шедевры мировой классики, а также известные произведения казахстанских композиторов. Это один из концертов в режиме онлайн по проекту «Звезда на карантине». Айман Мусахаджаева говорит, что подобный формат выступления во время карантинных ограничений охватывает большую аудиторию. Она также рассказала, что во время карантина, находясь дома, сумела выучить несколько музыкальных композиций, которые ранее не приходилось исполнять. Вообще, вот это время вышло нам, наверное, для того, чтобы осмыслить, что главное в жизни. А главное в жизни, наверное, это близкие, это те люди, которые, прежде всего, дают знания в жизни, это учителя, те люди, которые заботятся о здоровье, это наши врачи. Сегодня наши врачи – это герои просто. Я называю их настоящие герои, это врачи. И поэтому, когда мы говорим сегодня о наших воинах, тоже та часть, о которой мы никогда не задумываем, военные и военные. А сейчас же на страже нашего спокойствия стоят и военные. И вообще просто потрясающее большое спасибо, хочется им сказать. Выпуск завершен. До свидания.